Мы сегодня с вами будем читать книгу Самуила Маршака про всё на свете. Рассказ называется «Книжка про книжки». У Скворцова Гришки жили-были книжки. Грязные, лохматые, рваные, горбатые, без конца и без начала, переплёты, как мочало. На листах каракули книжки горько плакали. Дрался Гришка с Мишкой, замахнулся книжкой, дал разок по голове, вместо книжки стало две. Горько жаловался Гоголь. Был он в молодости щёголь, а теперь на склоне лет он растрёпан и раздет. У бедняги Робинзона кожа содрана с картона, у Крылова вырван лист. А в грамматике измятой на странице 35-й нарисован трубочист. В географии Петрова нарисована корова. И написано «Сия география моя, кто возьмёт её без спросу, тот останется без носу». «Как нам быть?» – спросили книжки. «Как избавиться от Гришки?» – и сказали братья Гримм. «Вот что, книжки, убежим!» Растрёпанный задачник, ворчун и неудачник промашкал им в ответ. «Девчонки и мальчишки везде калечат книжки. Куда бежать от Гришки? Нигде спасенья нет!» «Умолкни, старый минус!» – сказали братья Гримм. «И больше не серди нас брюзжанием своим! Бежим в библиотеку, в свободный наш приют. Там книжки человеку в обиду не дают». «Нет», – сказала хижина дяди Тома, – «Гришка, я обижена и останусь дома!» «Идём», – ответил ей Тимур, – «ты терпелива чересчур!» «Вперёд!» – воскликнул Дон Гихот, и книжки винулись в поход. Беспризорные колейки входят в зал библиотеки. Светят лампы над столом, блещут полки над стеклом. В переплётах, в тёмной коже, разместившись вдоль стены, Словно зрители из ложи, книжки смотрят с вышиной. Вдруг задачник-неудачник побледнел и стал шептать. «Шестью восемь сорок восемь, пятью девять сорок пять!» География в тревоге, к двери кинулась дрожа. В это время на пороге появились сторожа. Принесли они метёлки, стали залы убирать, Подметать полы и полки, переплёты вытирать. Чисто вымели повсюду, и за вешалкой в углу Книжек порванную груду увидали на полу. Без конца и без начала переплёты, как мочало, На листах каракули сторожа заплакали. Бесприютные вы книжки, истрепали вас, мальчишки, Отнесём мы вас к врачу, к метрофану Кузьмичу. Он вас, бедных, пожалеет, и почистит, и подклеит, И обрежет, и сошьёт, и оденет переплёт. Песня библиотечных книг К нам беспризорные книжки-калеки В залы просторные библиотеки Книжки-бродяги, книжки-неряхи Здесь из бумаги сошьют вам рубахи Из калинкора куртки сошьют Вылечат скоро и паспорт дадут К нам беспризорные книжки-калеки В залы просторные библиотеки Вышли книжки из больницы Починили им страницы, переплёты, корешки Налепили ярлыки А потом в просторном зале Каждому полку указали Стал задачник в сотый ряд, где задачники стоят А Тимур с командой вместе занял полку номер 200 Словом, каждый старый дом отыскал свой новый дом А у Гришки неудача Гришке задана задача Стал задачник он искать Заглянул он под кровать Под столы, под табуретки, под диваны и кушетки Ищет в печке и в ведре и в собачьей конуре Гришке больно и обидно, а задачника не видно Что тут делать, как тут быть, где задачника раздобыть Остаётся с моста в реку или бежать в библиотеку Говорят, в читальный зал мальчик маленький бежал И спросил у строгой тёти «Вы тут книжки выдаёте?» А в ответ со всех сторон закричали книжки «Вон!» от автора Написал я книжку эту много лет тому назад А на днях я встретил Гришку по дороге в Ленинград Он давно уже не Гришка, а известный инженер У него растёт сынишка, очень умный пионер Побывал у них я дома, видел полку над столом Пятьдесят четыре тома там стояли за стеклом В переплётах, в куртках новых дружно выстроились в ряд Блещут книги двух скворцовых, точно вышли на парад А живётся им не худо, их владельцы берегут Никогда они отсюда, никуда не бегут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok